Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Число погибших в результате наводнений в нескольких районах Бангладеш возросло до 59 человек. Наводнением в стране охвачено 12 округов с общим населением свыше 36 миллионов человек. По информации СМИ, сильнейшие за последние 37 лет наводнения в стране, вызванные проливными дождями, застали врасплох и не оставили времени на эвакуацию миллионам жителей северо-восточных и северных округов Сувнагадж, Маулвибазар, Фени, Хабиганж и других, все реки на территории которых вышли из берегов. Субтитры создавал DimaTorzok Сильный шторм разразился вчера вблизи небольшого рыбацкого города. Курает в Амане. Субтитры создавал DimaTorzok В китайском уезде Аба, Нгава-Тибетско-Цанского автономного округа, провинции Сычуань, произошел крупный обвал горной породы. О повреждениях и пострадавших не сообщается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В историческом районе Стамбула, Артакея, вчера наблюдался торнадо. Сильное наводнение захлестнуло город Бова в провинции Сыбу на Филиппинах. Причиной наводнения стали сильные осадки, накрывшие регион накануне. В городе под водой оказались десятки улиц и автомагистрали. В нескольких районах нарушено транспортное сообщение. Грузовик, перевозивший более 40 тонн химикатов, взорвался на шоссе недалеко от Борорина, штате Квинсленд, в Австралии. Ударная волна от взрыва ощущалась за несколько километров. Водитель фуры погиб в момент лобового столкновения. Грузовик перевозил 42,5 тонны аммиачной селитры, используемой в производстве удобрений. В Бердске яхта зацепила линию электропередачи. Экипаж не пострадал. По сообщениям властей города, благодаря автоматике потребители были подключены к резервным источникам. Отсутствие света практически во всем городе было кратковременным. Предварительно установлено, что причиной происшествия стала неисправность судна. Мужики плыли на паруснике, а провода об этих парус задел, все попадало с искрами, короче. Дым он идет. Парусы прям сложили все. Загорелось, загорелось, а. Горит парус. В Саудовской Аравии, в провинции Мекка, прошел крупный град. Загорелось, загорелось, загорелось. На северо-западе Венесуэлы, в Кабимасе, жители наблюдали солнечное гало. В ночь с 1 на 2 сентября западный центр активности «Купол 300 лет ран» на вулкане Шевелуч снова извергся. Согласно данным с камер видеонаблюдения, на Ключевскую вулканостанции, первые признаки активности вулкана проявились около 22 часов 45 минут по камчатскому времени. Эксплозии подняли пепел вулкана на 8 километров над уровнем моря. Сегодня днём произошёл ещё один выброс пепла на высоту 4 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 65 километров на северо-восток от вулкана. Авиационный цветовой код вулкана – оранжевый. Его активность представляет опасность для местных авиаперевозок. Вчера во время сильной солнечной вспышки М5,5 в активной области, выходящей из юго-восточной оконечности Солнца, в космос был запущен крупный корональный выброс массы. Вспышка могла быть и более сильной, учитывая положение региона, которое до сих пор скрыто. Выброс массы направился в основном на юго-восток. Однако, согласно прогнозам, некоторая часть вещества может достичь Земли. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня на острове Бугенвиль 7 часов 13 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 41 километр. Эпицентр находился в 57 километрах от Пангуны. Подземные толчки ощущались на островах Папуа-Новой Гвинеи и на Соломоновых островах. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале!